Сегодня 14 сентября. О Столыпинской аграрной реформе до сих пор много говорят и спорят. Затронули Столыпинские преобразования и Самарскую губернию. Более того, сам Петр Аркадьевич Столыпин не раз бывал здесь. Ровно 105 лет назад, 14 сентября 1910 года, пароход Межень, на котором высокий гость совершал поездку, пристал к казенной пристани Самары. Почетного гостя встречали самарский губернатор Владимир Васильевич Якунин, предводитель местного дворянства Александр Николаевич Наумов и вице-губернатор Рудольф фон Витте. Премьер-министр провел несколько рабочих встреч, в ходе которых обсуждались вопросы землеустройства, деятельности Крестьянского банка, открытия в Самаре политехникума, порядочение судоходства и устройство моста через реку Самара. Помимо этого, Петр Аркадьевич посетил реальное училище, городскую эпидемиологическую больницу и воинские казармы. А год спустя, 14 сентября 1911 года, в Самаре состоялось официальное открытие трубочного завода, впоследствии завод имени Масленникова. К его строительству приступили в мае 1910 года. Правительство отпустило на важный объект огромную по тем временам сумму – более 5 миллионов рублей. По проекту здесь должно было производиться в год 500 тысяч штук дистанционных трубок и других деталей для снарядов. Но уже в 1913 году проектные нормы были превышены. В годы Первой мировой войны завод произвел более 15 миллионов дистанционных трубок, а численность рабочих составляла около 2000 человек. 14 сентября 1967 года – знаковая дата в судьбе Куйбышева. Именно в этот день состоялась торжественная церемония регистрации миллионного жителя города. Для Куйбышева это стало большим событием, ведь тогда в Советском Союзе городов с населением в миллион человек было всего 10. В один день, 14 сентября, но в разные годы родились. Электротехник, военный инженер, изобретатель дуговой лампы Павел Яблочков, премьер-министр России Дмитрий Медведев, известный диктор советского телевидения, народный артист СССР Игорь Кириллов и другие знаменитости. А именинным пирогом сегодня угощают Марфа, Наталья, Семен и Татьяна. По народному календарю сегодня, 14 сентября, Семенов день – первая встреча осени. В старину его называли началом бабьего лета. По погоде сегодняшнего дня судили о наступившей осени. Если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Начиналось бабье лето, пришло время и бабьим хлопотом. С раннего утра женщины и девушки мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен и стелили его по лугам, чтобы он отлежался, а вечерами садились прясть пряжу. На бабье лето нередко устраивали гуляние с хороводами и песнями. Такими знаменательными событиями вошел в историю 14 сентябрьский день. Хорошего начала трудовой недели и всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok